Денис Кладиенко о диспансеризации узнал по объявлению. Для себя решил твёрдо. Здоровье прежде всего. Большим плюсом оказалось и то, что пройти медицинское обследование можно в субботу. Это очень удобно, потому что в будние дни мне совершенно неудобно, а в субботу никого нет, и как бы свободно можно всё пройти. Все обследования в сторону необходимой я прошёл. Начал от СКГ, сейчас пойду дальше. Весь процесс диспансеризации проходит в два этапа. Программа обследования включает в себя флюорографию, УЗИ органов брюшной полости, анализ крови и другие обязательные процедуры. Затем терапевт делает заключение и определяет пациента в одну из трёх групп здоровья. Если выявлены подозрения на любого рода заболевания, врач выписывает направление на более тщательное обследование. Очень удобно, спасибо, потому что работаешь, отпроситься, иногда это проблематично. А в субботу доступно. Проверить своё здоровье, получить консультацию специалиста, может каждый житель области в возрасте от 21 и старше абсолютно бесплатно. Диспансеризация проходит во всех поликлиниках региона. С начала года в одной только четвёртой поликлинике Липецка прошли обследование почти 8 тысяч человек. По словам работников учреждения, к концу года эта цифра превысит 10 тысяч. В день медики осматривают более 50 пациентов. Диспансеризация лиц определённого возраста именно основана на том, что профилактические отделения, созданные на 3 года пока что, должны выявить, какие факторы риска у человека основные влияют и вызывают у него хронические неинфекционные заболевания. Врачи уверены, что добровольное прохождение диспансеризации в значительной мере уменьшает вероятность развития наиболее опасных заболеваний. Таким образом, их возможно обнаружить на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно. Дмитрий Курмаков, Анатолий Гончаров, Липецкое время.